вот у нас пол затвердел вся заливочка буквально было сантиметр-полтора не знаю ровно не ровно получилось придется еще наверное 0,5 залить пузырики вышли где-то вот кабель стало видно вот кабель вылез почему-то зачем-то по инструкции следующий раз можно заливать только через полторы недели минимум что подождем пока займемся другими делами и спокойненько зальем тихонечко так друзья хочу рассказать выверняя часть потолка идет на внешнюю на внешний угол стены поэтому здесь остается угол вот так вот видно там и чтобы здесь было тепло что получился теплый угол я утеплителя отрезал 20 сантиметров загнул сунул сюда и вот такую осб нарезал 18 сантиметров и сюда прикрепляю до сюда будет идти шпаклевочка ровно а здесь уже красиво покрасил можно конечно и внутри было как-то придумать когда мало было бы место чтобы утеплить вот этот угол поэтому я думаю так будет вполне красиво смотрите если кому понравится то же самое нужно будет делать на том углу сейчас осталось наверху сделать делаю сейчас наверху буквально за полчаса и начинают делать санузел стены друзья когда будете крепить профиль обязательно попробуйте использовать вот такой инструмент он протыкивает сразу два разжимая в разные стороны вот что получается очень удобно это использовать и быстро чем саморезы саморезом неудобно тому же он не может в конце хорошо держать а вот этот зажимает и в разные стороны отличная вещь так друзья практически закончил санузел стены профиль закрепил укрепил все один гипсокартон поставил внутри гипсокартона сделал по sb чтобы можно было с той стороны прикрепить сушилку чтобы здесь было плотно чтобы сюда закрепилась хорошо крепление она через гипсокартон закрепится в sb хорошо будет держать вещи высота у нас санузла получилось 2 метра 10 сантиметров 2 метра 2 метра санузел получился вход дверь будет открываться на эту стену здесь будет у нас висеть обогреватель здесь розетка для фена или еще для чего здесь раковина туалет и душевая кабинка друзья всем привет еще раз строечка продолжается ездили за краской потому что взяли два литра не хватило пришлось еще сейчас 9 литров брать так вот такую краску взяли мы вот такую краску osb paint белая колеру так колеруемая акриловая краска для osb плит 9 литров 90 квадратов прошлый раз мы убрали по 10 квадратных метров может быть даже так и хватило потому что три на три здесь 10 и там чуть-чуть нет нас хватило вот только на чуть-чуть сейчас будем все полностью закрашивать я хочу чтобы меня структура дерево чуть-чуть было видно поэтому сейчас 1 покрасим и второй раз чтобы темные пятна ушли и структура дерево чуть-чуть было видно также вот эту балку покрасим купол у нас в то она покрасила отлично получилось так друзья потолок уже покрасили в один слой прошло буквально сейчас скажу вот этот слой мы покрасили полтора часа прошло где-то ну максимум два не больше тот два раза красился поэтому получилось маленький оттенок это посередине больше налил он пока уже сохнет уже полчаса пока я крашу вот эту большую часть вот это уже все сухой два часа прошло махом можно сейчас второй раз красить отлично будет вот видно в один слой покрасили да видно даже что желтовато чуть-чуть usb а вот я крашу второй раз полностью белая смотрите даже вот здесь видно разница вот как видно сухой первый слой и второй слой белый насыщенный так друзья покраска на сегодняшний день закончилась все три части мы покрасили первую часть нижнюю вторую над площадкой на втором этажом и у нас третья часть ушло всего восемь литров этой краски ойсб пайнт ну что я думаю замечательно посмотрим завтра она высохнет как будет но с ночь включил отопление пушечку маленькую здесь еще нет у нас отопление хотя полы уже нет еще не теплые скоро подключим ну все кстати стало намного ярче отражение хорошее идет везде все видно стало завтра придет человек который будешь поклевать у нас стены будет еще светлее ну все если вам понравилось обязательно ставьте лайк подписывайтесь и не отключайтесь еще много серий будет